Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Александр Рассохин. Светлана Удельная. И да, второй час. Совсем скоро нас ожидает викторийная история создания. Владимир Сметанин подготовил историческую загадку. Если правильно ответите первыми, дозвонившись по телефону 708-502, то получите сертификат от нашего спонсора «Задвода Вятич» на 1000 рублей либо в райком, либо в пивной дворик. Также совсем скоро нас ожидает рубрика «Улучшим дендропарк вместе». И обсудим мы предложение с нашим гостем Игорем Багиным, одним из организаторов сообщества «Красивый Киров». Но перед этим о проектах самого «Красивого Кирова» поговорим. Светлана? Да, ну, во-первых, слушатели, заходите к нам на сайт. Там у нас справа «Улучшим дендропарк вместе». Там можете писать свои комментарии, голосовать за те, которые там уже у нас есть. Ну и что, поздороваемся мы с нашим гостем. Да, Игорь, добрый день. Добрый день. Да, с Игорем мы также совместно находимся в движении «Велосипедизация». Я напоминаю слушателям, что в грядущее воскресенье в 12.50 у нас будет костюмированный велопарад. Присоединяйтесь и вы, прокатимся по улице нашего города. Будет, кстати, перекрыто движение. Поэтому те, кто за рулем автомобиля, имейте в виду, что улицы в районе Театральной площади будут перекрыты. Дерендяева, Преображенский, Октябрьский проспект, Московская, а также улица Маклина. Вот, имейте в виду, с 11 до 14.30. И в 12.50 берите свои велосипеды, можете нарядиться в какой-нибудь костюм. Тематика у нас от литературы. Но, в общем-то, любимый абсолютный персонаж, кто вам нравится, какой костюм предпочитаете, в общем-то, надевайте, приезжайте, можете с детьми, конечно же. Ты уже придумала, какой у тебя будет костюм? Я еще пока думаю, у меня творческий процесс. Ясно. Игорь, придумал? Нет. Нет, пока. Ну, ничего себе. Для начала, Игорь, будешь участвовать? Конечно же, а как же? Меня не будет в городе. Я, к счастью, буду. Вне города, значит, будет участвовать. Мысли мне с нами, да. Да, ну, с темы велосипедов, любимых Светланой Удельной, перейдем к теме благоустройства. Ну, и для начала очередная фотопрогулка вывела множество проблем в благоустройстве Кирова. Давайте сначала напомним, что это такое, когда проходило, какие цели предсобоставили? Это уже не первая? Не первая. Да, это не первая фотопрогулка. Для нас она была третьей. Прошла она в прошлое воскресенье. Ну, что такое фотопрогулка? Это один из инструментов вовлечения жителей в процесс фиксации нарушений и отправления обращений в администрацию через сайт красивокиров.рф. Ну, скажу, что предыдущая фотопрогулка была удачнее в плане того, что было больше обращений отправлено. Но сейчас, я думаю, было отправлено меньше обращений, но, возможно, большинство из них решится. То есть решаться они будут эффективнее. Это плюс. Вот вопрос у меня очень давно тоже назревал. В связи со всей деятельностью красивого Кирова, в чем вот здесь загвоздка? Решается проблема, либо не решается? Количество средств, возможность у властей? Большинство ответов приходит таких, что денег нет. Но если раньше это была просто отписка, что нет денег, то сейчас мы стараемся договориться с администрацией так, чтобы действительно, допустим, ремонт тротуара включался в план на следующий год. И действительно не просто писалось, что он включен в план, этот участок действительно включался. То есть мы стараемся с администрацией как-то сотрудничать, взаимодействовать и все процессы наши оптимизировать, улучшать. То есть и процесс, и работу сервиса, и работу администрации самой. Вот фотопрогулка. Как это выглядит? Все идут одной толпой? Либо как? Нет, мы... Вообще сам формат фотопрогулки пришел из Санкт-Петербурга. У них такое было, да, они там делились по районам, в каждом районе были координаторы, и они шли большой или небольшой толпой по своему району и так далее. Мы решили от этого формата отойти, то есть у нас любой желающий мог в своем дворе, в своем районе где-то выйти, по кварталу пройтись прогуляться и там сфотографировать нарушения. То есть мы ушли от того, чтобы где-то вместе собираться и потом толпой идти. Перед этим мероприятием я вас спрашивала о том, что будет достаточно, наверное, сложно от мониторий, сколько человек примет участие. Вы тогда сказали, что, в принципе, это не важно, а главное — участие, да? Да. Ну так или иначе, много ли в итоге фотографий, много ли обращений? Около 80 обращений было отправлено в день фотопрогулки, но, возможно, какие-то обращения еще не дошли до сайта, то есть в течение недели, может, будут появляться еще, возможно, фотографии были сделаны в воскресенье, но руки не дошли, допустим, их отправить, так что, ну, 80-100 обращений, наверное. Отправляют на сайт, еще раз напомните? Через сайт красивыйкиров.рф отправляют эти обращения. Ну, еще могу рассказать, то есть как это вообще делается, то есть фиксируем какое-то нарушение, это может быть незаконная свалка, разбитый тротуар, сломанное ограждение, незаконная реклама и так далее. Заходим на сайт красивыйкиров.рф, нажимаем кнопочку «Отправить обращение». Если на сайте вы еще не зарегистрированы, вам предложат это сделать. Дальше выбираем категорию проблемы, выбираем район обязательно, то есть у нас 4 района, Новоавиатский, Ленинский, Первомайский, Октябрьский. Пишем адрес, то есть отмечаем на карте, где проблема была, прикрепляем фотографию и отправляем. Для чего выбирать обязательно район? То есть есть у нас 14 типов проблем, за которые ответственно территориальное управление каждого района. То есть чтобы проблема решилась быстрее, нужно, чтобы обращение ушло напрямую к ним. Этого не будет, если не выбрать район. Вот эти вот 80 обращений, что там, какие? В основном, еще это по прошлой фотопрогулке мы выявили, в основном это плохие тротуары. В большинстве своем. Ну и вообще, если человек впервые слышит о таком проекте, как «Красивый Киров», либо слышал, но не разбирался в глубине, в глубину не заглядывал, какие могут быть, например, тротуар где-то разбит, предположим, еще что? То какие типичные проблемы? Это может быть ям на тротуаре, это может быть вообще отсутствие тротуара. Там, где проложена тропинка, допустим, но люди там часто ходят, но тротуара там нет. Ну и как часто решаются эти проблемы? Ну, именно с тротуарами не очень часто, поскольку тут более большие вливания денег нужны, чем, допустим, убрать свалку или закрыть люк. Был уже такой пример, что обратились, вот именно проблема с каким-то участком тротуара, и в итоге отремонтировали. Ну, таких примеров, да, достаточно. То есть мы в нашей группе ВКонтакте эти примеры постоянно выкладываем там раз в три дня. И очень много примеров таких именно с тротуаром, где, да, заделывают. Следующая фотопрогулка уже планируете, когда будет? Я думаю, что нужно будет провести в октябре, то есть немножко сократить сроки между фотопрогулками, наверное, в октябре где-то. Как с горадминистрацией? Ну, понятно, что, с одной стороны, им такой формат удобен, полезен, но, с другой стороны, количество средств, опять же, ограничено, и их загружает вот этой работой, которую они не могут разгрести, получается. Нет, дело в том, что после предыдущей фотопрогулки действительно была такая реакция, что мы решили их закидать обращениями, парализовать работу, но все равно там пользу от общественного контроля поняли и решили пойти навстречу. К этой фотопрогулке они уже были морально готовы, то есть никаких сложностей тут не возникло с количеством обращений, потому что мы еще оптимизировали адресность, то есть конкретные обращения в конкретное ведомство попадали, и это было проще. Ну, хотя бы, если нет, допустим, сейчас средств что-то отремонтировать, хотя бы в администрации сейчас понимают масштабы, что где делать, потому что все равно специалистов в отделах, в управлениях различных не очень много, и всех проблем они увидеть не могут, естественно. Люди вот им помогают, показывают, где что есть починить. Ну, то есть, получается, власти не отворачиваются от вас? Нет. А тогда, я думаю, с этим форматом все понятно, остальные проекты, вот вы говорите. Да, я еще про администрацию хотел добавить. Вообще, ну, есть рейтинг сайтов администрации, и как раз присутствие такого сервиса на сайте, как Красивый Киров, ну, что-то вроде общественного контроля, в этом рейтинге тоже учитывается, и поэтому администрации… Им выгодно размещать такую информацию у себя на сайте и помогать вам. Ну, а что касается других проектов, вот вы сказали, в группе выкладываете фотографии проблемных мест, и как они были, эти нарушения, значит, исправлены. Но помимо этого появляются последние месяцы, все знают об этом, информация по поводу ступеней. На набережной Грина сначала собирались средства, потом строительные работы были, и как-то все-таки, мне кажется, затянулось весь этот процесс. Да, затянулось. Было несколько причин. Во-первых, медленно собирались деньги, не так, как мы ожидали. Но, я думаю, ничего страшного в этом нет, потому что, когда мы начали строить эти ступени, это было в конце июля, то уже появилась, когда первая ступенька, уже начали люди сидеть, то есть начали этой конструкцией пользоваться, хотя она была еще не доделана. То есть уже плюс был, то есть, и, допустим, вчера, позавчера мы эту конструкцию доделывали, то есть мы наверху пилим, колотим, внизу люди сидят. То есть, в принципе, никаких противоречий тут не возникало. Я думаю, можно вот этот, не говорить о том, что там не успели в срок или так далее. То есть я думаю, тут проблем никаких нет. Много еще работы? Нет, осталось по мелочи. То есть еще один раз обработать, поставить еще сверху. Ну, вчера одну урну мы уже сделали. Поставить еще одну урну, сделать информационный стенд, кто помогал, чей это проект и так далее. Ну, и, в принципе, все. Ну, и там вокруг еще прибрать чуть-чуть. Ну, критика в ваш адрес все равно приходила, поступала, что этим не будут пользоваться, что будет грязно, что сломают и прочее. Как-то подтвердились все эти опасения? Пока не сломали. Пока не сломали, главное. Грязи пока тоже нет, ну, погода такая. Ну, да, грязь иногда бывает, бывает песок, но мы каждый день практически туда ходим и видим, что люди сидят, в принципе, никого это не тревожит. Ну, песок убрали немножко, сели на пакет на бумажке, ничего страшного. Наверное, печально только то, что у нас сезон заканчивается, и зимой там особо не посидишь. Ну, зимой, возможно, не посидишь, но пройдет зима, поводок пройдет, конструкция... Ступени останутся. Ступени останутся. Не уплывут. Не должны. Останутся, то есть можно будет сидеть, не знаю, может, если на три, на два года хватит, я думаю, это уже хорошо будет. Ну, и у нас еще есть некоторые варианты, как использовать эту конструкцию, какие мероприятия на ней проводить. Есть очень интересная идея, я пока о ней, конечно, умолчу, чтобы не сглазить, но такой, в общем, классный будет. Ну, а расширять эти ступени планируете? Может быть, дальше идти в сторону моста? Саша, пока это вы сделаете, это вы расширяете. Главное, чтобы идеи, мысли. Ну, если кого-то заинтересует, понятно, что тут тоже мы зависим от денег, то есть если кому-то будет интересно, спонсорам крупным, меценатам, денег они дадут, мы построим. Ну, или наймем рабочих, чтобы было быстрее. Все-таки говорили, что Wi-Fi там будет, потом сказали, что не будет. Нет, почему? Не сказали, что не будет. Мы договаривались с Ростелекомом, но поскольку заканчивается сезон, действительно будет там не очень много людей ходить, мы отложили этот вопрос на следующий год. Ну, договоренность есть, то есть есть интерес. То есть я думаю, там Wi-Fi будет. Ну, я думаю, пора перейти к теме улучшения дендропарка, проект совместной Эхо Москвы и компании «Железно». На сайте как раз-таки компании размещена форма, где вы можете оставить свои предложения по поводу этого. Да, чтобы попасть на эту форму, достаточно зайти либо сразу туда, на сайт компании «Железно», либо же на наш сайт www.hackerovo.ru, там у нас зеленый баннер. Вновь я вам об этом напоминаю. Да, проходите, и там уже есть несколько предложений. Да, тут уже прилично. И вы можете оценить, поставить лайк либо дизлайк, все как в Древнем Риме, палец вверх, палец вниз. И набравшее наибольшее количество как раз-таки от лучших всех предложений, которые оценили, из них выберут одно и реализуют. Ну и к этому проекту мы также привлекли активистов из движения «Красивый Киров», чтобы узнать их мнение, а также обсудить. Вот я сейчас читаю, и очень многие указывают на то, что отсутствуют урны, дендропарки, биотуалеты. Скамейки, парковка. Да, но вот именно если говорить урны, туалеты и скамейки, это все-таки такие небольшие дела, которые сможет сделать, наверное, итероуправление. При этом еще освещение. Одно дело сделать, чтобы появилось, потом оплачивать электроэнергию тоже. Но вот очень многие говорят по поводу автопарковки. Правда такая проблема? А я там была недавно, я приезжала на мою любимую велосипеде, Саша, да, заехала, посмотрела. Действительно, парковка не очень. Ну, как вот, и все, о чем пишут, в общем-то, все это имеет место быть. И скамейки, и освещение, и туалеты. Ты как велосипедист, нужны там велодорожки или ездить там по тропинкам, это вполне нормально? Как ты считаешь? Моя точка зрения, я бы, вот лично я, хотел бы, чтобы там появились, ну, какие-то спортивные объекты, может быть, чтобы можно было туда приехать и позаниматься спортом. Да, может быть, и велосипед, да, может быть, и лыжи, да, может быть, и в волейбол поиграть, да, может быть, еще что-нибудь. Ну, просто я за спорт, поэтому почему бы не сделать такое место, где на природе можно было бы все вот это вот осуществить. Но это я опять повторю, это сугубо моя точка зрения, потому что, опять же, смотрю на сайте, кто-то здесь пишет, что не нужны ни велодорожки, ничего подобное, нужно оставить вот именно все, как есть, сохраните природу. Не должно быть асфальта, не должно быть дорожек, не должно быть резины никакой. Ну, вот по поводу скамейок с урнами, здесь многие отмечают, что скамейки нужны, но ни в коем случае не зоны отдыха со столами под крышей, где бы собирались компании, грубо говоря, молодых людей, выпивали, и это был бы мусор, и громкие разговоры, и все это понятно. А, Игорь, у меня к тебе вопрос. Вот вы обсуждали, наверное, с активистами, по вашему мнению, что стоит в дендропарке сделать? Ну, на самом деле, мы еще не успели очень глубоко погрузиться в процесс вообще обсуждения всех вариантов. Ну, так, немного обсуждали, что там может появиться, какие есть ограничения, но я вообще не считаю, что красивый Киров должен предлагать какой-то единственно правильный вариант. Я думаю, наша задача вовлечь как можно большее количество жителей. Ну, это понятно. Да, чтобы все эти варианты обсудить, ну, чтобы был такой открытый, прозрачный процесс вообще принятия решения. Как вы можете этому поспособствовать? Ну, вот в прошлом эфире, когда Анатолий здесь был, то есть он предложил перевести ребят... Еще один представитель красивого Кирова. Да. Из Вологды, в общем, куда мы недавно ездили и познакомились там с ребятами, проектная группа 8, они как раз этим занимаются, то есть такой развивает процессы соучастия жителей, бизнеса, власти. То есть у них есть опыт, и, я так понимаю, есть договоренность у компании «Железная» их сюда привезти, и здесь, ну, все это сделать. Как это делается? То есть тут нужно выходить в поля, то есть в сам дендропарк, устраивать там какие-то мероприятия, и в ходе этих мероприятий принимать предложения, то есть не просто через сайт в интернете, именно там на месте, потому что многие высказывают свои предложения, хотя они, допустим, два года уже в дендропарке не были и не знают, в каком он сейчас состоянии. То есть лучше это делать на месте. И спрашивать у людей, которые там находятся и часто туда ездят. Но все-таки твое мнение, твоя позиция, есть у тебя какие-то предложения? Основное, что нужно сделать, вот главное? Ну, во-первых, я думаю, что действительно дендропарк нужно оставить дендропарком таким, какой он сейчас есть, то есть действительно без асфальтовых дорожек, без каких-то крупных сооружений. Действительно, люди туда приезжают целыми семьями, только потому что это такой уголок природы в городе, где можно спокойно погулять, попинать листья осенью и так далее. Вот, возможно, имеет место быть каким-то спортивным небольшим сооружением, турникам, тренажером, не зная, в каком месте там можно это сделать. То есть это надо смотреть уже на карте, на местности, действительно там ходить, потому что территория большая. Вот, насчет велодорожек, не знаю, мне кажется, удобно на велосипеде там ездить так, хотя я там на велосипеде ни разу не катался. А вы, в принципе, там давно были? В прошлом году, в этом году вот не удалось попасть. Что должно побудить человек туда поехать? Ну, мнение в народе, мне кажется, о дендропарке такое, что это действительно хорошее место, поэтому если время есть, каждый туда выбирается. Просто для отдыха. Ну да. Вот мне понравилось предложение Натальи на сайте «Железно» по поводу как раз-таки объектов, которые можно установить, вроде как против высказываются, но она здесь предлагает. Понятно, что парк есть парк, уже зеленый, но для эстетического наслаждения очень хочется зеленые скульптуры из деревьев, такую полянку скульптуры, а также небольшой зеленый лабиринт из кустарников. Мне почему-то фильм «Сияние» сразу же вспоминается. Детишкам будет где побегать, поиграть в прятки, догонялки. Также в этом лабиринте можно разместить оригинальные тематические скамейки. Еще есть такая идея сделать разные полянки с тематикой разных эпох. Вот это я не до конца понял, правда? Соответственно, скамейки рядом озеленения, соответствующие какой-то эпохе. И так дело прогулку по парку. Вообще, я хотел добавить, по идее, я вчера варианты тоже просматривал. Основные варианты все уже предложены. То есть это парковка, скамейки, урны и освещение. То есть тут можно обсуждать только варианты реализации этих вариантов. То есть в каком формате будет освещение, в каком формате будут скамейки, урны и так далее. То есть будут это типовые какие-то урны или какие-то необычные, то есть чтобы они вписались именно в эту среду. Ну, а вот подобное предложение. Зеленый лабиринт, зеленые скульптуры. Все представляют, как это выглядит? Ну, в принципе, можно. То есть тут в дендропарк это вписывается. Эта идея, я думаю, можно реализовать. Но по вашему мнению, это не главная проблема, которая существует там? Ну, я думаю, тоже в интернете читал, поскольку сам не был. Говорят, что там где-то кустарник, где-то заросло все кустами какими-то. Я думаю, можно их вырубить, как-то прибрать все там, благоустроить без каких-то дополнительных вложений. Потом уже смотреть, что там можно еще добавить. Так кустарники там как раз должны быть, чтобы сохранить вот это вот природное все. Ну, возможно, посмотреть, как это можно облагородить просто. Я говорю, что я там не был. Действительно, надо смотреть на месте. То есть так проще обсуждать действительно. Может, вам сделать эфир там, я не знаю. Прямо на месте? Да. На месте событий. Но вот мне, опять же, повторюсь, мне кажется, что такие вопросы, как освещение урны, скамейки, где-то вот благоустройство там кустарников, облагородить их или еще как-то. Пруд в порядок привезти. Это может, этим может заниматься теруправление, городские власти и лесопромышленный колледж, в ведении которого и находится сейчас Дендропарк. А вот именно какие-то проекты, большие, крупные, которые может реализовать компания «Железно» на свои средства. Вот, опять же, зеленая скульптура из деревьев мне очень понравилась идея. Ну, я вот что тут могу еще сказать. Понятно, что у компании «Железно» есть какое-то желание, но у нас есть жители, которые как раз в ходе обсуждения свой социальный запрос этой компании направляют. Так вот как раз у них только желание реализовать то, что хотят жители. Не то, что они предлагают какой-то проект, для этого они нас с вами и спрашивают. Скажите, что вы хотите, мы поспособствуем, мы что-то сделаем. Возможно, кто-то из бизнесменов еще подключится, то есть еще будут средства, еще что-то сделать. Да, про это я и говорю, что, возможно, не понадобятся тут какие-то большие суммы, чтобы все это благородить, чтобы жителям было еще приятнее там гулять. Ну, слушатели, еще раз вам напоминаем, что баннер справа на сайте eho.kirova.ru, по нему вы можете перейти на сайт компании «Железно», на страницу, где ваше предложение будет учтено. Обязательно будет учтено. Не только мы с Александром смотрим туда, но и представители правительства нашего, и компании, представители компании «Железно». Все это тоже мониторится. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось какое-то предложение, которое там уже написано. Свои мысли тоже там оставляйте пожелания. Все это будет реализовано. Можно я еще тут вставлю? Вообще, мне кажется, еще вам почему важно вовлекать жителей в этот процесс. То есть они будут чувствовать причастность какую-то к проектированию. Не обязательно, что они будут что-то предлагать. Они могут наблюдать вообще за этим открытым процессом, и тут создастся такой прецедент. То есть как раз участие жителей, бизнеса и власти для следующих проектов, допустим, в каких-то других местах города, не только в парках, там еще в чем-то. То есть это будет нормальная такая практика, когда бизнес что-то предлагает и готов вложиться, когда открыта власть и готова прислушиваться к жителям. То есть это будет очень хорошо вот в этом еще плане. Ну да, у нас сейчас, я даже не могу вспомнить примеры, когда... Ну вот сразу же вспомнить примеры, когда и власть, и бизнес, и гражданское сообщество жителей что-то делали вот сообща, что-то благоустраивали, улучшали. Ну какие-то, может быть, мероприятия событийные, а вот проекты подобные... Ну местные инициативы отчасти. Ну да, это в какой-то мере. Поэтому очень надеемся, что Дендропарк будет таким хорошим стартом. Я думаю, что такие проекты сейчас во многих городах России одновременно как-то реализуются. То есть можно сразу наблюдать за опытом других городов. Не знаю, с чем это связано, почему вот так вот начинают все сотрудничать. Новая волна какая-то пошла. Да, ну это интересно. Вот я смотрю сейчас на сайте последнее, что в топе, то есть какой вариант набрал больше всего вариантов. Один из вариантов — никаких велодорожек. Ну я про что уже говорила, да. Да, затем... Ну опять же, велодорожки — это не обязательно асфальт, это не обязательно резину сделать. Просто возможность. Возможность, да. Потому что, ну вот, да, направление даунхилл, например, да, когда ты едешь по всем вот этим природным поверхностям, в общем-то, это тоже спорт. Но приоритет должен быть у пешеходов, то есть у простых людей, гуляющих. Но, опять же, нет парковки, говорят. И, опять же, то, что уже говорилось, это уютные скамейки и площадки, чтобы дети и пожилые посетители могли передохнуть. Ну что ж, спасибо большое. Игорь Багин, один из организаторов сообщества «Красивый Киров». Мы с Александром сейчас прервемся на рекламу и вернемся сюда уже. С Владимиром Сметанином будет викторина «История создания». Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». «Дневной разворот» продолжается. Светлана Мудельна, Александра Асохина. И сейчас в студии у нас Владимир Сметанин. Викторина «История создания». Здравствуйте. Спонсор «Викторины» – завод «Вятич». «История создания». Да, здравствуйте еще раз. Условия «Викторины», я думаю, вам уже знакомы. Озвучиваю историческую загадку. Сегодня не будет она касаться нашего города. Другого чуть попозже поясню. Звоните по номеру телефона 708-502. Отдавайте ответ. Если он окажется правильным, то вы получите сертификат на 1000 рублей. От компании «Вятич». С этим сертификатом можно отправиться либо в райком, либо в пивной дворик. Ты в последнее время так часто, как правило, делаешь, связываешь загадку с датой, с днем сегодняшней. Так и сегодня тоже привязал. Я вас хочу спросить. Вот в такую замечательную солнечную погоду, теплую, вам хочется на море? Конечно. На море, на пляж. На море хочется всегда. Да. Поплескаться, поиграть, порезвиться. Вы знаете о том, что сегодня Всемирный день моря отмечается? Вот именно 24 сентября. Дата, учрежденная ООН. Цель этого дня – привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление. В общем, во многом виноваты мы, люди. И, кстати, у нас в Этикфирской области есть свое море. Вятское море, как его иногда называют. Это крупнейший водоем региона. Пруд. Где? Где? Белая Холуница. Белая Холуница. Вы там никогда не бывали? Я была. Прекрасный, огромный водоем. Местами не видно противоположного берега. Я, к сожалению, не рыбачил, не отдыхал там. Только проезжал мимо, но даже проезжая из окна автомобиля, вид просто прелестный. Обязательно специально как-нибудь. Всего лишь 80 километров от Кирова. Каждое лето губернатор переплывает этот пруд, насколько я знаю. Так вот, сегодня в викторине кое-что из истории этого пруда. Ну и, естественно, из истории города самого под названием Белая Холуница. Годом основания Белой Холуницы считается 1764-й. В этом году здесь начал работу железоделательный завод. Ну, ныне это Белая Холуницкая машиностроительный завод. Почему именно здесь завод был построен? Потому что там были обнаружены огромные залежи железной руды. Своё имя Белая Холуница получила от названия соответствующей реки, которая делит город на две части и является притоком реки Вятка. Есть ещё, как известно, чёрная Холуница. Вот почему именно Белая и чёрная? Вы знаете? Без понятия. Объясняется это следующим образом. Белая Холуница течёт по песчаникам, и вода в ней светлая и чистая. А вот чёрная Холуница проистекает по торфянникам. От торфа красится вода, поэтому она получается такой тёмный эффект. Итак, строительство железоделательного завода в 1764 году. Для его работы, для приведения в действие плавильных печей, кузнец, мельниц и прочего оборудования требовалось наличие водохранилища и плотины. Река Белая Холуница имела множество запрут и идеально подходила для постройки плотины и водохранилища. Строительство требовало огромное количество рабочей силы. С этой целью будущий владелец завода Савва Яковлев купил несколько сотен крепостных крестьян в Новгородской и Вологодской губерниях. И вот именно поэтому некоторые полагают исследователи, что у жителей Белой Холуницы до сих пор проскальзывает в разговорной речи такой окающий говор, характерный для Вологды. Молоко, корова, посадить на окол. В Михайлов день, 6 сентября 1764 года, состоялось таки это торжественное открытие. Перекрытие, вернее, реки и сооружение первой деревянной плотины. Засыпали реку около 500 человек, а посмотреть на эту картину собрался почти весь город. Работы длились несколько часов, и постепенно река повернула в свое новое русло. Затем перекрыли шлюзы, и водохранилище стало постепенно наполняться водой и заняло территорию протяженностью в несколько десятков километров. В честь перекрытия реки прошел крестный ход, после которого было устроено всенародное гуляние. Ну а руководил строительством завода, да и плотиной известный в России инженер, активист горнозаводской промышленности, впоследствии директор высшего петербургского горного училища. Звали его Никита Сергеевич Ярцов. Появившись, Белохолуницкий пруд стал третьим подобным объектом в стране. Ну, был, кстати, там еще построен рабочий пароход под названием Холуница. Он перевозил баржи с чугуном, а также плоты с лесом. Впоследствии Белохолуницкий пруд периодически углубляли и расширяли. Это тоже требовало больших трудозатрат. И есть сведения о том, что в начале XIX века к этим работам привлекались даже иностранцы. Сейчас, надо сказать, Белохолуницкий пруд не играет столь значимой роли в сфере промышленности. Теперь это больше туристическая жимчужина нашего региона. Прекрасное место отдыха для отдыхающих. Ну, спортивно-туристический комплекс Грейтфилд. Всем, я думаю, известен. Там множество видов активного отдыха и так далее. Общая площадь водной поверхности Белохолуницкого пруда сейчас составляет 15 квадратных километров. Это прилично для такой местности, как наша губерния, как наш регион. Средняя глубина 4 метра пруда, а самое глубокое место составляет, глубина его составляет порядка 11-12 метров. Так, вы, наверное, уже вопрос ждете? Да, в ожидании. Давайте еще чуть-чуть. Ну, естественно, Белохолуницкий пруд это прекрасное место для рыбалки. Сюда рыболовы приезжают со всей Кировской области, да и из других регионов. Можно здесь поймать и окуня, и линя, и щуку. Не говоря уже об ерше, сороге, она же плотва лещей и других видов рыб. На Белохолуницком пруду в зимнее и летнее время годы проводятся соревнования по рыбной ловле среди рыбаков. Вот еще парочка фактов. А далеко Белохолуницы? 80 километров. 80 километров. 80 километров, да. Недалеко. В 2009 году на берегу пруда была установлена мемориальная плитка, а также каменная стела с якорем, который был найден на дне пруда в 2005 году. Кроме того, в парке возле этого водоема есть два памятника. Один из них — мемориал «Вечный огонь», а другой — памятник погибшему в борьбе за октябрь. И с 2010 года ведутся работы по расчистке водоема от зеленых водорослей. На дне очень много ила, и вот этот ил используется местными жителями для удобрения садов и огородов. А теперь уже вопрос. Не буду вас томить. Если вы хотите завоевать сертификат на 1000 рублей от компании «Вятич», звоните 708-502, предлагайте свой вариант ответа. Наша редактор Анна Лапшина уже подсмотрела, что там за вопрос будет и что за ответ. И сказала, трудно, трудно. Ну, не знаю, давайте попробуем. Один из небольших островов на Белохолуницком пруду называют в народе, местные жители называют не иначе, как француз. Почему? Это вопрос сегодняшней викторины. 708-502. Вот пока без подсказок начну. Хотя кое-что уже в тексте, я скажу, уже прозвучало. То, что может подсказать. 708-502. Почему один из небольших островов на Белохолуницком пруду называют в народе, ну, неофициальное название, француз? Ланфрен, ланфра. Слушайте ли у нас. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Александр Борисович. Александр Борисович, вы связаны с Белой Холуницей каким-то образом? Нет, не связаны, просто название острова, потому что там работали пленные французы. И принимали участие в строительстве вот этих всех сооружений. Вы в правильном направлении мыслите, да, действительно у вас верные данные, но там еще есть вот некий нюанс, такая легенда существует, что один из французов там жить остался. Знаете об этом? Естественно, женщина у нас красивая вяткой губернии, немодленная остаться. Вот народная легенда, опять-таки, да, гласит о том, что действительно там работали пленные французы, вот 1812 год, война с Наполеоном, и по легенде один из французов поселился на этом острове, построил себе жилище. Настолько ему понравился, ну, понравилась ему эта местность, что вот он до конца своей жизни там прожил. Так он и женился при селе, при селе, как кустили. Да, безусловно, что одному-то бобылем жить, да, неинтересно. Это абсолютно правильный ответ, я все к этому, да, веду, правильный ответ. Золодя, еще, а вы демарка маленькая. Вот по прошлой передаче насчет автовокзала вы хотели уточниться. Да, 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 мы тут долго уже обсуждали, обсуждали, ну, вот, видимо, есть тут ошибка. В наших подсчетах и расчетах мы немножко неправильно географически. Все-таки это ошибка, да? Ну, по большому счету, небольшая ошибка. Давай слушателям напомним, которые прослушали, о чем речь. Мы задавали вопрос о том, где располагался до 1967 года автовокзал Кировский, вот, там правильный ответ у нас был, милицейская, точнее, прозвучавший ответ, милицейская, Ленина, да, вот, потом большой был школа звонков и Ленина Блюхера, вот, все-таки все наставили. Вот я вам позвонил первый, Ленина. Да, да, просто дело в том, что я нашел вот воспоминания человека, который прямо-таки и написал, что Ленина милицейская, и как-то вот перепроверить особенно не получилось. Как раз площадка автовокзала находилась от реки Хвыновки до улицы Блюхера, между Ленина, и там сейчас уже дома не сохранились, двух этажах. Да, домов там нет, да, действительно. Ну, в любом случае, сегодня это ваша чистая победа, поздравляю вас. Трубку не кладите. Да, не кладите трубку, поговорите с нашим редактором. Она зовет, ну, такие нехитрые условия получения сертификата на одну тысячу рублей от компании Ветич. С этим сертификатом вы можете отправиться либо в райком, либо в пивной дворик. У вас были какие-нибудь варианты, француз? Я думал, что там, может быть, лягушки, не знаю. Нет, на самом деле, у меня был такой вариант, я же сказала уже, что, в общем-то, иностранцы были. Да, да, я сказал, что... А большой ли остров это был, если он просилился? К сожалению, не знаю, ну, по народной легенде, да и, наверное, есть такие факты, раз хватило для строительства дома, то, видимо, островок такой не слишком маленький. Остров Француз на Белохолунецком пруду. Захотелось побывать, посмотреть? Да, я даже уже планировала эти выходные, думаю, может быть, съездить, посмотреть. Ну, так называемая, всем известная трасса Киров-Перьмь, через Слободской, дальше 80 километров. Ну и дальше можно там Амутницк, Афанасьево. Много что посмотреть. Кстати, еще раз напоминаю о том, что компания «Ветич» с 19 сентября всех нас приглашает поучаствовать в праздновании «Октоберфеста». И во всех заведениях компании «Ветич» до 4 октября есть праздничное меню, есть особый сорт пенного напитка, который готовится еще с весны, а вот сейчас он поставляется к столу. Но не только в заведениях компании «Ветич», в магазинах продукцию можно приобрести, попробовать. Все это с пометкой «Октоберфест». Спасибо. Ну что, мы с Владимиром уже встретимся здесь в рамках викторийной истории создания во вторник. Также в 12.30 будьте внимательны. Светлана Удельна, Александр Рассохин. Сейчас мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова